Инспекторы ГИБДД Кузнецкого района Алексей Исаев и Андрей Панемасов 29 марта заступили на пост. В их обязанности входило патрулирование участка Махально-Крежим. В районе 20 часов полицейские заметили возгорание по улице Московской, села Крежим. Патрулировали по улице, увидели возгорание в жилом доме. Остановились, сообщили дежурную часть, вызвали пожарную охрану. После чего приступили, проверили, есть ли люди в жилых домах. Выявили, после чего там всякие подручные способы стали тушить ближайшие дома, чтобы препятствовали распространению дальнейшего огня на другие жилые дома. Чувство страха у полицейских на тот момент отсутствовало. Главное, что ими двигало желание помочь людям. Снегом откидывали соседние дома, то есть получилось, что соседние дома откидали, то есть пожар дальше не распространился. Но пожар долго тушили. То есть пожарные приехали там долго. Столбы, потом возгорели столбы электрические. Но это уже пожарными машинами, то есть верхушки столбов, это уже пожарными машинами отбивали. Как считают пожарные, если бы не своевременно оказанная помощь сотрудников госавтоинспекции, то могли бы быть человеческие жертвы. Быстрое и своевременное обнаружение пожара позволило сохранить человеческие жизни на этом пожаре. Грамотные их действия заслуживают только уважения и восхищения. Вообще, в последнее время нас очень радует взаимодействие, которое налажено между нашими структурами, МЧС и Министерством внутренних дел. Радует то, что это взаимодействие не только на уровне бумаги и соглашения инструкции, а реальной помощи людям. Благодаря самоотверженным действиям сотрудников госавтоинспекции не было допущено перехода огня на близлежащие строения. Это не первый случай, когда сотрудники ГИБДД оказывают значительную помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций сотрудникам пожарной охраны. В 2011 году подразделения 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Пензенской области и представители госавтоинспекции по Кузнецкому району выезжали на ликвидацию последствий ДТП 53 раза, спасли 82 человека. А за первый квартал 2012 года они выезжали 14 раз и спасли жизни 13 кузнечанам.